16-е столетие – золотой век итальянской культуры, в частности литературы, изобразительного искусства, философии, великих открытий в области естествознания. Огромные материальные ценности, опыт художественного мастерства, накопленных в прошлом, служил базой для невиданного подъема творческих сил народа. То была эра так называемых «титанов возрождения», то есть людей, которые в различных сферах искусства, литературы, науки могли проявить себя как высочайших мастеров. Это было время, когда Италия дала миру самых оригинальных, смелых, выдающихся мыслителей, заложивших основы нового мировоззрения, в центре которого находились природа и человек. Вместе с тем глубокие социальные и политические потрясения, изнурительные войны, феодальная реакция и контрреформация накладывали неизгладимый отпечаток на духовную жизнь народа. В культуру возрождения все настойчиво вплетались старые, казалось, отжившие средневековые традиции. Это было особенно характерно для северного возрождения в Германии и Нидерландах. Кроме того, в культуре возрождения появлялись новые антиренессансные мотивы, видоизменяя гуманистические идеалы и подводя постепенно к иным типам культуры. Первые признаки отхода от эйфорических надежд куманизма проявились уже в начале XVI века. И в то же время сфера его влияния расширилась, охватывая разные круги итальянского общества. Усилилось расслоение гуманистической мысли. Нередко смещение ее с другими дейными течениями происходило как перемешивание тех и других. Это сопровождалось обобщением достижений гуманизма, вплетением их в общую канву ренессансной культуры, продолжавшей, несмотря на внутреннюю противоречивость, в течение еще целого столетия сохранять определенное единство в борьбе с религиозным аскетизмом и эсхоластикой. Если в XIV-XV веках главные очаги новых веяний, передовые города, где появились ростки зачатки буржуазных отношений и формировалось светское видение мира, продолжали существовать и развиваться, то в XVI веке средоточием культуры все больше становились дворы вельмож, государей, князей церкви. Процесс этот, начавшийся столетием раньше, вследствие гибели вольных городских коммун, в XVI веке приобрел всеобщий характер. Исключением оставалась лишь Венеция на севере Италии, сохранявшая свой республиканский строй и все еще важное положение на Андриатике. В ренессансной культуре четко обозначились две главные по социальной сути струи, два главных направления. Народно-пополанское, демократическое и аристократическое направления. Гуманистические идеалы элиты отвечали потребностям дворянства и новой знати. Слабели мотивы гражданственности, усиливались эпикурейско-гедонистические настроения, превознесения созерцательной жизни в радость, наслаждение, благородных умственных занятиях, способствующих формированию тонкого вкуса, развитию интеллекта, высокой духовности, а вместе с тем изящных манер и галантности. В дворцах итальянской аристократии создавались богатые библиотеки, коллекции картин и статуй, археологические музеи. Римские первосвященники, то есть папы, умело использовали культуру возрождения в своих целях. Яркий пример тому – Лев X из рода Медичи. Воспитанный в атмосфере ренессансной Флоренции, папа слыл знатоком античной словесности и классического искусства. Равнодушный к делам религии, он жил в свое удовольствие, окруженный выдающимися гуманистами, художниками, поэтами. Благоприятную почву новые тенденции нашли при дворе испанских вице-королей в Неаполе, а также в герцогствах Северной Италии – Мантуи, Веченце, Феррари, Печенце и других. Одним из центров рафинированной культуры стал город Урбино. При дворе Гвидобальдо да Монтефельтро его супруги в первой и третьей XVI века собрался кружок блестящих гуманистов. В этих государствах наблюдался своеобразный симбиоз, смешение средневековых традиций с высокой, изощренной ренессансной культурой. Влияние придворной среды, жаждающей изысканных развлечений, сказалось и на становлении ренессансного театра в начале любительского и возникновений впервые в Европе ученой комедии, ориентирующейся на античную драматургию Плафта и Теренция. Переводя их на итальянский язык и подражая им, в роли драматургов стали выступать и итальянцы, писавшие на родном языке, например, Ариосту, Чинцио и другие. Наряду с богатым и разнообразным по стилям и жанрам творчества на родном языке в Италии, продолжала развиваться и ученая латинская литература, в значительной мере сохранявшая элитарный характер. Латинская литература приобрела важное социальное значение в эпоху реформации и контрреформации, то есть реакции на реформационное движение в католической церкви. Творчество элиты, гуманистов, их оторванность от интересов масс, нарочитая изысканность проповедь индивидуализма не могли удовлетворить широкие слои пополанства, хотя отдельные книги, такие как неистовый Орландо, получили всеобщее признание. В демократической среде раздавался протест против условности, идеализации действительности, формализма, слепого следования классическим образцам. По мере осложнения социальных противоречий протест этот звучал все настойчивее. Сказывалось разочарование во многих идеалах гуманизма, что отразилось в новом стиле – маньеризме. Рядом с авторами пасторальных идиллий, поэтами, поклонниками Петрарки, возникала фигура поэта-антипетраркиста и сатирика. Писатели этого направления черпали вдохновение на улицах и площадях, обращаясь к фольклору, к народному искусству, благодаря чему в ренессансную культуру вливалась мощная народная струя. Интерес к народным преданиям характерен для ряда новеллистов XVI века. Правдивые, часто трагические образы создавали эти писатели в своих произведениях. Одно из них посвящено любви Ромео Джульетте, очень распространенному сюжету в то время. Этот сюжет позднее заимствовал в Шекспир для своего великого произведения. В творчестве писателей, близких по духу к народу, звучала резкая критика социальных недугов, особенно в многочисленных комедиях, которые выходили в это время. В Италии зарождалась публицистика. Возник прототип журналиста, писавшего на злобу дня и жившего литературным заработком. Своеобразными предшественниками газет стали рукописные листки, распространявшиеся без ведома властей. Их прикрепляли к стенам и вратам храмов. В Венеции к статуе Горбуна на Риальто. В Риме на постамент обломка античной скульптуры у дома Пасквину, отсюда название Пасквинат или Пасквиль. В этих листках высмеивались сильных и богатых, служители церкви, пап, сообщали новости. Многообразие стилей и форм творчества признак богатства итальянской литературы, но также и признак противоборства идейных течений, в которых отразились настроения различных слоев общества. Даже проблемы лингвистики и филологии приобретали порой острое социальное и политическое звучание. В XVI веке разгорелась бурная полемика о языке. Спор, начатый веком раньше, шел о равноправии итальянского языка и латыни. Не отрицая необходимости изучения латинского, древнегреческого и древнееврейского языков, писатели XVI века возвышали Вольгария, то есть простой итальянский язык, доказывая его богатство, красоту, включая в число важных наук науку о естественном, живом языке. Дискуссия о Вольгарии и латыни полностью не завершилась, и латынь отнюдь не вышла из употребления, но большинство литераторов отныне писали по-итальянски. Развернулось движение за совершенствование Вольгарии и создание единого литературного языка, в чем проявилось возросшее чувство национального самосознания, тяга к объединению страны, объятой пламенем войн и междоусобиц, разбитой на множество крупных и мелких княжеств и герцогств. Большой вклад в развитие теории и стилей итальянского языка нес Пьетро Бембо в диалогах рассуждения о прозе народного языка. Секретарь Папы Льва X в конце жизни кардинал Бембо был человеком многогранных интересов. Основой единого итальянского языка он считал старое сурантийское наречие, на котором писали Петрарку и Боккаччо, и призывал к очищению его от последующих наслоений, что не учитывало, впрочем, естественных изменений, происходивших в языке, и приводило к его архаизации. Тем не менее, выступление Бембо имело широкий отклик, сыграв положительную роль не только в совершенствовании лингвистики и филологии, но и во всем культурном развитии Италии. Теоретические вопросы филологии интересовали и Николу Маккиавелли, написавшего в похвалу «Тосканского наречия. Диалог о языке». Он был опубликован лишь в XVIII веке. Развитию литературного языка Маккиавелли способствовал всем своим творчеством. Его произведения относятся к лучшим образцам итальянской прозы. Споры о языке и филологические исследования имели важное значение для формирования нового мировоззрения. Знание классических языков позволяло правильно понять старинные тексты. В эпоху Возрождения и особенно во второй половине XV-XVI веков был открыт мир древних греков, переосмысленное учение Аристотеля, очищенное от искажений арабских, латинских и других комментаторов. Лингвистические занятия дисциплинировали мысль, способствовали созданию ясной манеры изложения. Не только на латыни, но и на родном языке. Важную роль играла переводческая деятельность гуманистов. Полемика о языке, своеобразный отзук социальных противоречий, кипевших в стране и попытка преодоления вековых центробежных тенденций, постоянно раздиравших Италию. Усиление объединительных настроений, демократизации гуманистической мысли способствовало книгопечатанию. Изобретения Гутенберга восторженно приветствовали передовые мыслители Италии. За первым печатным станком, установленным в предместе Рима в 1455 году, последовали новые в самом Риме, Венеции, Милане, Вероне, Флоренции, Неаполе и других городах. Роль печатников в духовном развитии страны в эпоху Возрождения была огромной. Среди них в начале 16 века выделялись довольно знаменитые и влиятельные люди того времени, выдающиеся организаторы книжного дела и ученые огромной эрудиции. Они поддерживали связь с выдающимися гуманистами того времени, прежде всего с Размом Ротродамским. Создав первую в Венеции новую академию для изучения и сверки древних текстов, один из выдающихся печатников издателей того времени, Альт Мануций Старший, помог более глубокому ознакомлению европейцев с античным наследием. Среди книг, вышедших из его типографии, немало первых изданий греческих, ластинских классиков, отличавшихся красотой оформления. Для него работали выдающиеся художники, ювелиры, граверы и резчики. В 16 веке Венеция стала крупнейшим центром типографического дела и книжной торговли во всей Европе. В ней насчитывалось до 113 печатных станков и обитало более половины всех итальянских издателей и книготорговцев. Вокруг типографий и книжных лавок группировались ученые-гуманисты, многоликая толпа писателей-публицистов, корректоров, оформителей книг. Литераторы этого круга издавали доступные народу книги и брошюры, способствуя широкому распространению возрожденческой культуры. Далеко продвинулось библиотечное и музейное дело. Крупным собранием книг и рукописей владела библиотека Сан-Марко в Венеции, основанная в 1468 году. Начались описания и классификация книг, способствовавшие развитию библиотечного дела. С началом контрреформации картина резко изменилась. Церковь взяла книгопечатание под свой контроль индекса запрещенных книг, жестокая цензура, многочисленные ограничения нанесли книжному делу Италии ощутимый урон. Стремление преодолеть внутренние противоречия, концентрировать силы борьбе против схоластики и догматического восприятия мира вело к созданию эрудитских собраний, кружков и академии уже в 15 веке. 16 век отмечен особо интересным к таким собраниям, к академиям. Эти объединения оставили заметный след в истории итальянской культуры, весьма далекие от нынешних академий. Лишь в конце 16 17 веков они стали обретать характер истинно научных сообществ. Специализировались академии на искусстве, литературе. Таким образом появлялись академии художеств, академии литераторов и, естественно, появились академии ученых естество испытателей. Им давались символические, часто шутливые названия. Наиболее известная академия гневных в Риме, темных в Луке, проснувшихся в Неаполе, рыцалей в Палермо или мокрых во Флоренции. Последняя, преобразованная в академию Делакрусска, то есть заботящихся о чистоте языка, выпустила первый большой словарь итальянского языка. Знаменитая Академия Линчеи, основанная в 1603 году, стала Национальной Академией Италии, существующей и поныне. Так, формирование новой культуры совершалось нетрадиционными путями в обход школ и университетов, где в значительной мере сохранялись старые традиции. Но передовые идеи проникали и в итальянские университеты. Отсутствие в них теологических факультетов, в них существовали лишь кафедры богословия, приоритет медицинских и юридических факультетов, относительная независимость их от церковных властей, облегчали возможность более свободного исследования природы и человека. значение университетов велико и в языковой подготовке гуманистов. В 16 веке крупным центром философской мысли и медицины стал Падуанский университет. В нем работали вязалии и его ученики, изучавшие несмотря на церковные запреты строения человеческого тела. Здесь читали лекции Пьетру Помпонации, отрицавшие бессмертие человеческой души. Позднее здесь преподавал Галилей. Тут царил дух скептиса и рационализма. Из стен университета вышло немало вольнодумцев и ересиархов, развивавших смелые антикатолические суждения. Нигде так отчетливо не проявились противоречия, раздиравшие итальянское общество XVI века, как социальные мысли. Грандиозный культурный переворот, совершившийся в эпоху Возрождения, сказался и на развитии политической теории. Огромное влияние на ее развитие оказал Николу Макеавелли, один из титанов Возрождения. Его рассуждения о первой декаде Тита Ливия, государь, жизнь Каструччо Кастракани, о военном искусстве, история Флоренции, проникнуты чувством патриотизма и раздумьями о судьбах Италии. Это теоретические исследования, цель которых выявить возможность создания на полуострове сильного государства, способного отразить натиск чужеземцев. Коммунистическая идея общего блага поставлена писателем на службу прогрессивных сил итальянского общества, зарождавшейся буржуазией и части пополанства, пытавшихся воздвигнуть преграду на пути начавшейся феодальной реакции. В понимании Макеавелли эта идея приобретала, однако, своеобразный оттенок, вливаясь в учения о государственном интересе, что вело к абсолютизации института государства. Особо резкими были его нападки на церковь. Придавая большое значение религии в нравственном воспитании людей, Макеавелли отмечал, что сама она порождение человеческого ума и созданного интереса государства. Он освобождал политику из-под власти христианской морали и подчинял религию политике. Макеавелли считал, что Италия нуждается в сильной власти. Созданный им образ всемогущего государя, один из самых ярких в эпоху Возрождения, вызвал бесчисленные споры, ибо сочетал в себе идеальные черты служения отечеству, долгу, всеобщему благу, с реальными чертами кондотьера и тирана. К великой цели учреждению прочного государства правитель, по мнению Макеавелли, должен идти, избирая предпочтительно человеческий путь, путь добродетели, но в случае необходимости, ради общего блага он может пренебречь законами нравственности, свернуть на звериную тропу, быть жестоким, хитрым и коварным. Этот образ не выдуман Макеавелли, он списан с натуры. Макеавелли обвиняли в безнравственности и беспринципности, так называемом макеавеллизме. Но между Макеавелли и макеавеллизмом нет знака равенства. Макеавелли был решительным противником деспотизма. Его государь действует только в интересах общества, опираясь на народ, под которым понимались средние слои, пополаны. Произведения Макеавелли оказали огромное влияние на развитие социально-политической мысли не только в 16 веке, но и в последующие века. Они вызвали гнев и раздражение феодальных кругов и церкви, были внесены в индекс запрещенных книг и подлежали уничтожению. Тем не менее, идеи Макеавелли использовались его оппонентами, идеологами контрреформации, в частности в популярном трактате Джованни Боттеро о государственной необходимости в конце 16 века. Влияние Макеавелли сказалось на развитии гуманистической историографии. Был нанесен ощутимый удар по объяснению исторических событий вмешательством Божьего промысла. Тверждалось представление о том, что историю творят люди. Было открыты некоторые общие закономерности исторического развития, существование непрерывной борьбы между противоположными общественными группировками и партиями, налинчие антагонизмов между бедными и богатыми, важная роль имущественных отношений. Постепенно входило в употребление трехчленное деление истории на древнюю, среднюю и новую. Летописный метод повествования отступал на задний план. Возникали новые отрасли знаний, нумизматика, археология, совершенствовала стопонимика, архивное дело. Тогда же получил распространение исторический взгляд на развитие искусства. Появились жизнеописания художников, написанные Джованни Джелли. Наибольшей славой пользовались книга Джорджа Вазари жизнеописания знаменитых живописцев, воятелей и зодчих, содержавшая 161 биографию. Вазари сам выдающийся художник этой книгой оказал знаменитое воздействие, влияние на дальнейшее развитие искусствознания. Историю искусства Вазари разделил на три периода античность, средневековье и возрождение. Возрождение в свою очередь на раннее, среднее и высокое. Собственно, это деление продолжает использоваться в истории искусства до сих пор. 16 век был временем дальнейшего развития гуманистической педагогики. Ее достижения переняли эрудиты 17 века. Например, в городе Солнце Томазо Кампанело было создано яркая картина всенародного умственного, физического и трудового воспитания. Крепостные стены его воображаемого города были расписаны картинами и превращены в наглядные пособия. По ним дети под руководством воспитателей познавали основы наук. Тема воспитания перекликалась с мотивами самовоспитания. Некоторые авторы 16 века понимали, что для совершенства человека недостаточно только педагогического мастерства. Необходимо коренное изменение условий жизни. Они создавали неосуществимые проекты социального переустройства. Мечтали о наилучших государствах. Политическая теория и педагогика соприкасались с социальной утопией. Огромное влияние на развитие утопической литературы в Италии оказала золотая книжечка Томаса Мора. Во Флоренции в 1519 году вышло ее первое итальянское издание на языке оригинала. Одним из отзывков на утопию Томаса Мора были диалоги Антонио Бруччоли появившейся в Венеции в 1526 году. Идеолог флорентийского пополанства Бруччоли рад его за создание государства безбедных и богатых. В 1548 году утопия Мора появилась в Венеции на итальянском языке в переводе Ортезио Ланда. Ее издатель резко критикуя социальные пороки объясняла господством частной собственности разделением общества на богатых и неимущих. В своих диалогах последователи Мора изображали идеальный город построенный в виде круга опоясанного стеной с великолепным храмом в центре. Частная собственность и семья в нем были уничтожены. Дети воспитываются всем обществом. Установлено полное равенство в распределении благ и удовлетворении насущных потребностей. Все обязаны трудиться в городе. В нем действует строгое правило «Кто не работает, тот не ест». наиболее последовательным противником частной собственности и учеником Томаса Мора, проводившим идеал жизни философской общины, был уже упоминавшийся Томасо Кампанелло и его произведение «Город солнца». Прекрасный город Калабрица весьма напоминает идеализированную итальянскую коммуну этого времени. Он расположен на горе, окружен шестью рядами стен, на вершине возвышается величественный храм. Но внутренний строй этого города отличен от всех государств. Вся жизнь в нем построена согласно наукам правления Удана в руки мудрецов. В городе солнце полностью отсутствует частная собственность, общественная организация, производство делает обязательным для всех труд не тяжелым временем, но радостным и приятным. В городе солнца нет индивидуальной семьи. Забота о здоровом потомстве рассматривается как важнейшее государственное дело. Деторождение и воспитание отданы под особый надзор правителей. Кампанеллу отличала необыкновенная вера в возможность притворения в жизнь его идеалов. организатор неудавшегося заговора против испанского ига, еретик, осужденный и заточенный в темницу как вечный узник, он искал пути осуществления своих надежд в реальной жизни. В своих политических трактатах он осуждал реформацию, усилившую раздоры, пытался убедить папу испанского короля других государей, призывая их к миру и созданию единого государства во главе с римским первосвященником. Если сторонники равенства и уничтожения частной собственности отражали радикальные настроения, близкие бесправным и гнетенным, то их противники не стремились изменить основу общества. Сомнения подобных авторов это свидетельство бурных споров о собственности и характере государства. В переходную эпоху эти проблемы звучали еще более злободневно. В конце 16-го, начале 17-го века в полемику вступали различные авторы, которые критиковали Томаса Мора. утопии они противопоставляли два типа совершенного государства. В их диалогах нарисована картина трудовой жизни немногочисленного народа в качестве равенства и бедности на основе частной собственности и мелкого индивидуального хозяйства. в диалоге республика Эвандрия Лудовико Цукколо напротив дан образ большого богатого государства, где господствует частная собственность, но лишь распределенная более равномерно. Сохранены сословия и введен трудовой принцип жизни. Даже больные коллеги выполняют там полезную работу. При всей противоречивости непоследовательности утопической литературы для нее важна попытка дать ответ на вопросы времени, понять законы исторического развития. Для большинства итальянских утопий той поры характерны осуждения захватнических войн и забота о мире. Интерес к познанию общественных явлений неразрывно сочетался с стремлением проникнуть тайны природы, понять устройство вселенной. Вторая половина 16-го начала 17-го века прошли под знаком самоотверженной борьбы передовых мыслителей с церковной догмой и схоластикой. Решающей предпосылкой для взлета философской мысли были научные и технические достижения. В их развитии итальянцы принимали самое деятельное участие. значение великих научных открытий хорошо сознавали мыслители той эпохой, преисполненные гордости за свое столетие. Своеобразный характер развития натурфилософии придавали религиозное искание гуманистов конца 15-го начала 16-го века, а затем и реформация. Конфессион конфессиональные споры усиливали интерес к вопросу о месте человека во Вселенной, вливались в диспуты о его силах и гнасиологических, то есть познавательных возможностях. В 16-м веке идея познаваемости мира посредством разума и ощущений завоевала довольно прочные позиции. Одним из первых его обосновал Леонардо да Винчи. Он считал все наше познание начинается с ощущений и указывал на тесную связь науки с жизнью. Леонардо по праву считают предтечей современного естествознания. Его многочисленные изобретения и открытия основаны на глубоком изучении природы. Он занимался математикой, физикой, механикой, оптикой, анатомией человека и животных, геологией, ботаникой. Его интересовали вопросы космологии и астрономии. Дошедших до нас далеко не полных заметках Леонардо сохранились рисунки изображаемых им летательных аппаратов, геликоптера и парашюта, гидротехнических и инженерных сооружений, ткацкого станка, плавильных печей, разнообразных машин. Его анатомические рисунки не утратили значения в наши дни. Великий мыслитель и художник поистине являл собой образец всесторонне развитой личности, обладавшей энциклопедическими познаниями. Леонардо да Винчи можно считать истинным титаном возрождения. Примечательные эстетические воззрения Леонардо, считавшего искусство и, прежде всего, живопись средством познания мира, они выделяют конкретное неповторимое. Для него это та же наука, основанная на точном расчете и законах математики. Леонардо близки мотивы бога равности человека, который выступает как творец величайшее орудие природы. Он говорил об однородности человека, животных и природы, то есть придерживался антропоморфного взгляда на мироздание, столь характерного для гуманистов. Леонардо высказал гениальную догадку, что Земля небесное тело не является центром вселенной. За подобные суждения сто лет спустя Инквизиция послала на костер Бруно и осудила открытие Коперника и Галилея. Огромное значение для развития новых представлений о человеке имели дискуссии о бессмертии души и посмертном воздаянии. Сомнения в истинности этого постулата высказывали тогда многие. Важную роль здесь сыграл профессор в Паду и Болонии, комментатор Аристотеля Пьетро Помпанаци, глава школы итальянских перепатетиков, то есть последователя Аристотеля. В трактате о бессмертии души на основе чисто логических рассуждений Помпанаци заключает, что душа человека материальна, поскольку мышление и познание невозможно без ощущений, а следовательно смертно. Никакими естественными способами нельзя доказать бессмертие души, писал известный философ, и верить в него можно только на основе истинной веры. Вывод этот философ сделал на основе долгих размышлений. Помпанаци разграничивал сферы философии и теологии. Рациональное чувственное познание мира считал он дано только философии, которая тем самым обособлялась самостоятельную науку человеке и природе. Учение помпанацию способствовало развитию материалистических представлений, противоречило богословским догмам и было запрещено церковью. Уже в первой половине 16 века натурфилософские воззрения получили широкое распространение. В том или ином виде они встречались в литературе, в религиозных учениях, тогдашних мыслителей. Во второй половине 16 века разгорелись жаркие споры передовых мыслителей того времени с теологами из лагеря контрреформации. При всей разноречивости главные дели итальянских натурфилософов едины признание бесконечности мира, его материальности и одушевленности превращение бога в перводвигатель толкнувший природу к развитию по ее собственным независимым от него законам или растворение бога в природе. Такие взгляды в целом можно было бы назвать пантеизмом. Вопрос о сущности бога стоял и перед Бернардино Телезио создателя пантеистического учения оказавшего большое влияние на дальнейшее развитие натурфилософии. В своих трактатах он выступил как открытый противник Аристотеля из холостических методов познания. Согласно Телезио мир сотворен всевышним богом но бог лишь перводвигатель давший толчок развитию природы по ее собственным законам. В основе мира лежит материя пассивная и темная придающая вещам телесности массу. Форма ее зависит от тепла и холода активных началов не существующих раздельно и вне материи. Основой жизни Телезио считал тепло причину самодвижения. Признавая способность материи к ощущению Телезио выступал как последовательный сенсуалист считал познание мира возможным лишь с помощью чувств. Признав материальный характер жизни и жизненного духа мыслитель однако впадал в непоследовательность полагая что в человеке заключена вторая душа который вдохнул в него Бог. Огромным было влияние Телезио на Кампанелло разделявшего многие его мысли в том числе суждение о Боге как первопричине. В условиях контрреформации актуально звучало учение Кампанелло о двух книгах писаний которые изучают богословие и природе объекте исследования философии естествознания. Это была попытка провести грани между наукой и религией добиться права на независимое исследование освободить философию от диктата теологии. Одно из самых радикальных последовательных пантеистических систем эпохи Возрождения создал Джордану Бруно убежденный сторонник коперникянства. В основе его теории режали суждения о едином и беспредельном универсуме Вселенной не имевшей центра. Вселенная не сотворена существует вечно и исчезнуть не может. Земля и небеса подобны друг другу. Это эти миры множественны. Важная часть его учения представление о дилектическом совпадении противоречий в единстве Вселенной, а также о материи, активном творческом начале, условии существования, которой является время и пространство. Материя сама по себе содержит все формы и обладает свойством их создавать. Задумываясь о строении, исследуя за атомистами Древней Греции, Джордану Бруно выдвинул учение о монадах, неделимых частицах, атомах, из которых состоит материя. Каждый атом есть Бог, он заключен во всех вещах, разлит во всей природе. Пособность материи Бога к движению Бруно назвал душой мира, считая космос живым. В бесконечном его многообразии происходит вечное непрерывное движение, приводящее к постоянным изменениям, перемещениям души, каждая из которых погибает и вновь возникает. Пантеистические представления Бруно приближались к материализму и атеизму. Вселенная, природа, Бог у него совпадали. Бруно решительный враг церкви и вообще христианства. Он исключал теологию из познания мира, полагая, что вера несовместима с разумом. Однако, подобно многим деятелям гуманизма того времени, Бруно признавал необходимость религии для наставления невежественных народов. Социально-политические требования Бруно уничтожения светской власти церкви, призыв к труду активной созидательной деятельности, звучавшей в его учении о героическом энтузиазме, прекращении войн и раздоров. Они отражали настроение прогрессивных кругов общества того времени. Во зрение Бруно были осуждены церковью. В 1600 году он был сожжен по приговору Святой Инквизиции в Риме. Огромное влияние на формирование нового видения мира оказали научные открытия Галилео Галилея. Он прежде всего был сторонник гелиоцентрической теории Коперника. Великий ученый, астроном, физик, Галилей был человеком широчайших интересов, поэтом, автором комедий. Его вклад в познание реального мира неоценим. Первые наблюдения небесных светил в телескоп открытия новых звезд спутников Юпитера, фаз Венеры, гор на Луне, колец Сатурна, пятен на Солнце означали подлинный переворот в представлениях людей о строении Вселенной. Звездный вестник, где ученый изложил результаты своих наблюдений, был с огромным интересом встречен передовыми мыслителями того времени. Однако, это совсем не понравилось католической церкви. В 1616 году она подвергла официальному запрету и исследования галереи и учения Коперника. Пытаясь обойти запреты, Галилей прибегнул к компромиссу, выступив подобно Компанели с учением о двух книгах Писании и Природе. Диалоги о двух системах мира, где изложено это учение в Италии были запрещены, но их напечатали за ее пределами. Как ученый и философ, Галилей связан с Возрождением, но уже переступает его границы и возможности, его труды, открывают новый этап в развитии науки. Они создали основу науки нового времени, классической механики и экспериментального естествознания. На основе критики физики Аристотеля Галилей создал свое принципиально новое учение о движении. Прежде всего, оно выразилось в сформулированном им законе инерции. Передовой философской мысли и науки, как и всей ренессансной культуре, сокрушительный удар нанесла контрреформация во второй половине 16-го начале 17-го века. Но, стремясь привлечь на свою сторону верующих, церковь действовала не только силой. Внутренние реформы церкви, укрепление дисциплины, духовенства, повышение грамотности культурного уровня клира предусматривали занятия науками. Итальянские миссионеры оставили описание виденных им земель, способствуя развитию географии. Были описаны земли, в которых побывали известные католические миссионеры. Они описали земли Японии, Китая, других стран Азии. Все это порождало иное мироощущение, углубляло кризис гуманистического движения, приводило к его распаду. Мотивы недовлетворенности, меланхолии, и беспокойства все чаще слышались в творчестве писателей, поэтов. К этому времени феодальная реакция и контрреформация одерживали в Италии уже явную победу. Хотя полностью исклинить прогрессивную идеологию эпохи Возрождения не удалось. Ожесточенные столкновения противоречивых тенденций в культуре продолжались. Критическое отношение к социальному порядку, освещаемым церковью, звучало в творчестве оппозиционных мыслителей. Демократические традиции, восходившие к Ренессансу, сохранились в театральных представлениях. На смену ученой комедии «Изживший себя» пришла комедия «Масок», зародившаяся в Венеции в середине XVI века. Тесно связанная с буфонадой, фарсом народных зрелищ, она была менее подласна цензуям. Постоянные персонажи маски Орликина или Пульчинелла, Коломбина, Панталоны, Доктор, Капитан, Бригелла позволяли сохранить единообразие представлений в разных сюжетах. С театральных подмостков открыто звучали насмешки над жанровыми жадными богачами, глупыми учеными, хитрыми монахами. В 60-х годах XVI века появились первые постоянные труппы, а при них свои комедиографы, сценаристы. Комедианты, переезжая из города в город и в другие страны, содействовали развитию театрального искусства по всей Европе. В конце XVI-го, начале XVII-го веков вместе с возникновением профессионального театра в столицах княжеств и больших городах Италии сооружались специальные театральные здания со сложившимися подвижными декорациями. Для итальянской архитектуры первых десятилетий XVI века характерны монументальность, величавая гармония образов, строгая соразмерность частей сооружений, нередко центрально купленных, использовавших пилястры, колонны, классических ордеров, роспись фасадов. Происходило упорное вытеснение рудиментов готики, сохранившихся в искусстве раннего возрождения. Богатое средство им выразительности архитектура высокого возрождения отражало оптимистическое видение мира. Постепенно, под влиянием сложных противоречий эпохи, в архитектуру проникают антиклассические тенденции, подготавливая почву для множества от других произведений уже в ином стиле, в стиле барокко и других направлений искусства. Успехи строительной техники и инженерной мысли позволяли заводить огромные здания, чем особенно славился Рим в начале столетия. Здесь работали выдающиеся зодчие во главе с Браманты. Среди них Сан-Гаулу младший и Перуц. По проектам Браманты в Риме были построены дворы Ватикана и начато возведение грандиозного собора Святого Петра. После смерти Браманты работы продолжил Рафаэль, ставший также создателем новых типов торцов вилл. В сооружении собора Святого Петра принял участие и Микеланджело, назначенный главным строителем его в 1547 году. Микеланджело зачинатель нового направления в архитектуре, отличавшегося динамичностью и напряженностью форм, ставших характерными для манеризма и барокко. Это проявилось в построенных им зданиях Капитолия, лестнице библиотеки Сан-Лоренцо во Флоренции. В строительстве собора Святого Петра был занят и Виньоло, а сооружение купол по проекту Микеланджело завершил Джакомо де ла Порта. Уже в 17 веке Лоренцо Беронини продолжил возведение главного собора Рима, соорудив на прилегающей к нему площади величественную колоннаду. Он украсил город другими зданиями и фонтанами в стиле барокко. Во Флоренции в середине 16 века ведущими зодчими были Джорджи Вазари, Аманати, в Венеции прославились Микеле, Син Микеле и Якупо, Сансовино, Манту и Джулио Романо и другие. На развитие художественной культуры высокого возрождения огромное влияние отказал Леонардо да Винчи, уже упоминавшийся нами, гениальный живописец и скульптор, творивший во Флоренции, Милане, а в конце жизни во Франции. Он создал произведения огромного художественного воздействия. Его картины, по традиции написанные на религиозные сюжеты, наполненные глубоким гуманистическим содержанием, прославляют величие человека, его духовность, богоравность. Он воспевал счастливую материнскую любовь в своих «Мадоннах», выражал слитость людей и природы, например, его произведения «Мадонна в скалах», живописал игру почти неуловимых, противоречивых движения души, например, в знаменитой картине «Онну Лиза» или «Джо Кондо». На грани двух эпох раннего и высокого возрождения Леонардо вобщил опыт прошлого и заложил основу нового этапа в развитии ренессансного искусства. Это отразилось в монументальности его образов, их обобщенности в строгой архитектонике его картин. Важное значение имели теоретические труды художника, учение о перспективе, пропорциях, строении человеческого тела. Не меньшую роль сыграло творчество Микеланджело, человека неуемной энергии, беспокойного, пламенного патриота и страстного борца против тирании. Воятель, живописец, сочи, инженер-фортификатор, поэт-лирик. Он, как и Леонардо да Винчи, был человеком всесторонних интересов и познаний. Родом он был из Флоренции. Одно время он жил при дворе Лоренцо Медичи, был знаком с выдающимися гуманистами члены Платоновской Академии. Он воспринял много из их идей, но в отличие от утонченного искусства элиты, его творчество проникнуто идеями гражданственности, глубокой веры в человека, воплощения этих идеалов, его скульптуры, полные движения драматизма. Для Флоренции он изваял Давида, благородного защитника отчизны, величие человеческого разума, воспетые им в образе Моисея, в храме Сан-Петро Инвиколе в Риме. Чувство человечности и свободолюбие вызывают высенченные для гробницы Юлия Второго фигуры умирающего и скованного пленника. Глубокий философский смысл вложен в извоение капеллы Медичи в церкви Сан-Лоренцо во Флоренции. Если в споре гуманистов следует ли отдать предпочтение живописи или скульптуре, Леонардо выбрал живопись, то Микеланджело подчеркивал значение скульптуры, считая, что для художников она должна служить светочем. Это ярко проявилось в его росписях сикстинской капеллы в Ватикане, которая содержит около двухсот фигур. Отказавшись от помощников, Микеланджело совершил этот титанический труд один. Написанные им фигуры могучие гиганты, объемно пластичны, как скульптурные изваяния. Изображая библейские сцены, художник показал величие и сложность натуры человека, многообразие его душевных переживаний, гнев, отчаяние, страх. Его беспокоили судьбы Родины, переживший один из самых трудных периодов своей истории. Тревога эта усилилась под влиянием контрреформации, крушения высоких гуманистических идеалов. Отсюда трагичность грандиозной фрески «Страшный суд» Сикстинской капеллы и созданной им знаменитых скульптурных пьетта о верности. Микеланджело идеям гражданственности свидетельствует бюст тираноборца Брута. Светлым гением высокого возрождения называют Рафаэля Санти, младшего современника Леонардо и Микеланджело. За свою недолгую жизнь он создал множество шедевров. Урбинец, ученик знаменитого Перуджино, Рафаэль упорно учился следуя лучшим образцам искусства, а затем создал свой стиль и собственную художественную школу. Стройность композиции, идеализация образов и их одухотворенность, стремление отразить красоту мира и совершенство человека отличают полотна Рафаэля. Рафаэль способствовал окончательному оформлению канонов Высокого Возрождения. В своих многочисленных Мадоннах он воспел женщину-мать, озаренную высшей духовностью, полную обаяния и прелести. Среди них глубоким философским содержанием и высокой человечностью выделяется Сикстинская Мадонна, представляющая величественный и сложный психологический образ Марии. По заказам Папы Юлия Второго и Льва Десятого Рафаэль создал великие образы монументальной живописи, росписи в залах Ватиканского Дворца, многофигурные композиции Диспут, Афинская школа, Парнас, Юриспруденция. Славен Рафаэль и как мастер портреты Знаменитые портреты его кисти Пьетро на которых изображены Пьетро Аретину Папа Лев Десятый с кардиналами В творчестве Рафаэля воплощены представления гуманистов о высоком предназначении человека Чуждой крайности и трагического восприятия мира Уравновешенный и спокойный Рафаэль избрал идеалом строгую соразмерность гармонию разумное соотношение идеального и реального Он оставил много рисунков эскизов по которым работали его ученики Влияние Рафаэля было значительным и в последующие века В период позднего возрождения совершается постепенный отход от классического стиля великих мастеров первого десятилетия шестнадцатого века Усиливались напряженность и драматизм образов Усложнялась композиция В творчестве художников появляются элементы дисгармонии декоративности характерные для манеризма Несвойственные классическому ренессансному стилю черты возникают живые живописи Панторму и других на становление манеризма оказало влияние творчество Пармеджанину отмеченное более субъективистским отношением к реальности интересам к миру фантазии и необычному стилю характеризуют эти работы теоретическое обоснование этот стиль нашел в трактатах конца шестнадцатого начале семнадцатого веков художником предвосхитившим ряд завоеваний барокко был Карэджо работавший в парме мастер настенной плафонной живописи реалистическое искусство оказалось более жизнеустойчивым в Венеции где идеалы высокого возрождения нашли свое светлое развитие в творчестве великого художника Джорджоне его работы отличали особая прозрачность настроение тонкое понимание природы лиризм гармоничный и мягкий колорит Джорджоне прославлял красоту человека и радость жизни самые известные его работы это Гроза Юдив Спящая Венера расцвет и наивысший подъем венецианской школы связан с именем Тициана Вичелио его картинах с новой силой воплотились высокие гуманистические идеалы в отличие от Леонардо Да Винчи Рафаэля Микеланджело создававших обобщающие образы прекрасного Тициана привлекали многообразие жизни неповторимость конкретного индивидуального первые творения Тициана отражают радостное восприятие мира они лучезарны полны сверкающей красоты героики радости торжества но молодой Тициан замечал и жизненные противоречия резкие контрасты что отразилось в картине Динария Кесаря расцвет творчества Тициана пришелся на 40-е годы 16 век нарастание общественных противоречий вселение реакции и контрреформации которая все более затрагивала Венецию изменение общей атмосферы в республике отражались на творчестве художника оно становится более драматичным особое напряжение чувствуется в картинах 50-х годов когда по мере ослабевания гуманистического движения все отчетливее обнаружилось крушение высоких идеалов в старости Тициан великий колорист и специалист по композиции выработал новую технику письма красочные мазки наносились на полотна шпателем и даже пальцами создавая сверкающую цветовую гамму Тициан оказал огромное воздействие на художников своего времени особенно Веронезе Тинторетто и на мастеров других стран Рубенса Ван Дейка Эласкес Рембрандт жизнеутверждающий светский характер носил творчество Павло Кальяри прозванного Веронезе он использовал мифологические и религиозные сюжеты желая показать праздничную Венецию обстановку патрицианских домов пиршества торжественные процессии неедки выводя в картинах своих соотечественников Инквизиция привлекала его к суду за слишком вольное толкование библейских сюжетов Одним из крупнейших живописцев Венеции был Якобо Робусти по прозвищу Тинторетто создавший свой художественный стиль его сложные композиции с обилием фигур и действием больших масс находящиеся в стремительном движении полны динамизма и импрессии ему свойственно трагическое восприятие жизни вызванное разладом между идеалом и реальным миром свои сюжеты тинторетто черпал главным образом в античной мифологии позднее он обратился к библейской тематике картины этого периода проникнуты некоторой долей мистицизма тинторетто работал непрерывно напряженно и самозабвенно нередко бесплатно выразителен поздний авторпортрет художника седобородового старца с огромными печальными глазами конец шестнадцатого первая половина семнадцатого века это время изживания маньяризма и зарождения стиля барокко протест против бессодержательности формальных черт в искусстве выражает творчество Микеланджело Мериди де Караваджо жившего в Флоренции и Риме он писал на тюрморты большие полотна на сложные темы сцены из повседневной жизни обращаясь к религиозной тематике он наделял святых человеческими страстями воспевал прекрасное и трагическое вызвав осуждение церковников Караваджо открывал новую страницу в истории искусства народный светский характер живописи блестящее мастерство художника прославили его имя не только в Италии но за ее пределами его влияние испытывали великие мастера 17 века Рубенс Рембрандт испанские художники Рибера Сорбаран Веласкес французский художник Латур итальянские художники караваджисты Искусство Италии 16-го первой половине 17-го веков отличавшееся невиданным разнообразием множествых течений достигло вершины своего подъема оказав огромное влияние на всю духовную жизнь страны Однако развитие итальянской культуры богаты сложной противоречивой шло неравномерно причины этого коренятся специфики исторической эволюции стран Бенинского полуострова Это был важный период в истории Италии Гуманизм и натур философия нанесли чувствительный хотя и не окончательный удар по старым представлениям о мироздании человеке и общественных отношениях В долгой и упорной войне с церковным догматизмом и с холастикой была подготовлена почва для развития новой науки и экспериментального естествознания в борьбе за преодоление сепаратизма и раздробленности страны вместе с тем и культурного полицентризма в более интенсивном формировании национального самосознания начавшегося в эпоху возрождения важную роль и грады контакта людей науки искусства творивших в разных уголках полуострова наличие многих центров ренессансной культуры в которых сохранялись местные традиции аккумулировались многовековой опыт взаимовлияния различных философских школ художественных стилей литературных направлений Лоренция Венеция Рим Неаполь Урбину Парма Веченца Мантуя Кремона и другие пособствовали разнообразию богатства начавшей зарождающейся национальной культуры первый по разнообразию богатства первый из национальных культур Европы ее становление в 16-17 веках не завершилось процесс преодоления раздробленности Италии не был закончен и Италия осталась раздробленной до второй половины 19 века веках и веках